В Твери продолжаются инспекционные поездки на объекты национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Помимо специалистов Департамента дорожного хозяйства, администрации города и контрольных организаций, качество ремонтных работ контролируют представители общественности и депутаты. На этот раз дорожный контроль отправился на улицу Бочкина в посёлке Элеватор. Улица Бочкина – самая протяжённая дорога в посёлке Элеватор. Её длина больше трёх километров. Можно сказать, что объект для района стратегический. Он соединяет московское шоссе с промышленными зонами. Регулярно здесь ходит и общественный транспорт. Буквально два года назад, когда к нам в поселок стал заезжать 41-й автобус, мы все боялись ехать по этой дороге, потому что не знаешь, что оторвётся и вообще доедешь ли. И сейчас, когда автобус едет абсолютно комфортно, ровно, вы знаете, дорога на уровне столичных. Ремонтные работы на улице Бочкина выполнены на 90%. Улица включает два проезда – Мелиораторов и Базовый. Основные подъезды – к промышленным зонам района. Эти участки дополнительно усилены для проезда грузового транспорта. Подрядной организации осталось укрепить обочину и нанести разметку. Отфрезерована проезжая часть. Уложен выравнивающий слой асфальтобетонный, чтобы более-менее привести нормативные продольные поперечные профили. А также проведена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с применением ЩМА-20. Такие встречи с жителями на объектах проходят уже не первый год. На этапе подготовки проекта и приёмки объекта спорные моменты обсуждаются с теми, кто живёт на территории. Для этого мы и привлекаем общественность, и мы, как депутаты, здесь для этого и присутствуем. Для того, чтобы дальше смотреть с администрацией города, что и как можно подправить. На следующий раз посмотреть, в следующем проекте сделать лучше. Были сказаны определённые пожелания от местных жителей, от представителей предприятий, что понятно, что здесь невозможен пока тротуар, но должна быть укреплённая обочина. В числе пожеланий жителей устройство искусственных неровностей в районе пешеходных переходов. Совместно с госавтоинспекцией будет проведён анализ аварийности на этих участках, и в случаях необходимости будут установлены искусственные неровности.